Добрый день! Сегодня тут проходят круглые столы, присвященные питанием устойливых социально-экономичного развития районов, которые потерпели в вынику чернобыльской катастрофы. За ходом дискуссий Сашил Олег Синтеров. От массовых отселений и масштабных охотных мероприемств до одорожения и устойливых развития. За маль 30 годов, которые прошли после чернобыльской катастрофы, на Гомичине проведена великая работа по ликвидации наступствов. Разом с тем, сказать, что сделано все по кульнилькам, урежьте огольные экономические страты Беларуси от катастрофы складят 235 миллиардов долларов. Компенсовать такие сродки совсем не просто. За послеаварийный период реализованы 4 державные чернобыльской программы, зараз подрехтована пятая. Ее задача максимально снизить риски для здоровья населенияства и створить умовы для устойливых развития потерпелых регионов. Здесь уже местные органы власти определяют приоритеты, то есть основные направления для создания рабочих мест, создания каких-то производств, для поднятия экономики этих районов. Здесь уже на усмотрение в основном местных органов власти. Что отличается Гомельской области, то тут у наступных 5 годов упор будет взроблен на науково-обрунтованную специализацию сельскохозяйственных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры и модернизацию иснующих промысловых в творчестве. Мы понимаем, что ограниченные ресурсы финансовые, то мы нацелимся на то, чтобы расширить то производство, которое имеется, то есть путем приобретения новейшего современного оборудования на тех же самых площадях, что позволит нам увеличить объемы производства и, естественно, заработную вкладу для работников, которые там работают на этих предприятиях. Межтым, у денег круглого стола по пытаниях устойливых развития потерпелых районов погаджаются только уластными силами передулить наступство Беларуси будет не просто. А тому великие надеи на международное сопротивление под эгидой Организации Объединенных Наций, Сярута Почник Пропанов Нашей Краины, обвешение периода с 2016 по 2026 годы, 10 годами инвестиций у потерпелых районов с проведением масштабного инвестфорума, плюс допомога у реализации местовых инициатив. Зараз ААН и Евросоюз презентовали новый проект по потребности Пропанов Местового Населинства. Правда, потребования до их изменяются. Мы сосредотачиваемся на идеях, которые амбициозны, инновационны, которые можно сделать один раз, а потом распространить как опыт на всю страну. И мы ищем только такие идеи. Как говорится, будущее среди нас, но оно только не распределено. Мы ищем идеи для будущего. Мероприемства, которые проходят в рамках святкования 70-х годов Организации Объединенных Наций, позволяют не только проанализовать достигнутые успехи, но и распространять планы на будущее. Почас находження у Гомеля техника ААН в область официально долучается до Декларации прихильности до мытов Устольевого Развитя. Положения гэтага документа будуть уличены у дальнейшей суместной работе Беларуси и Организации Объединенных Наций. У программе Устольевого Развитя Организация Объединенных Наций для кожной краины своя задача. Свою укладу гэтый процесс уносит и Гомельская область. Ликвидация наступствующей катастрофы, поляпшение экологичной ситуации, боротьба с нелегальной миграцией, допомога беженцам. Это только некоторые на керунке, которые наш регион может лечить для себя приоритетными. Олег Сентяров, Валерия Панько, телерадио-компания «Гомель». У Гомеля стартовал заключенный этап Олимпиады школьников Союзной Державы России и Беларусь и Старышное Духовное Одинство. Все лето интеллектуальные баталии проводятся в десятый раз. По делу их принимают 34 команды с 23 регионов России и всех областей Беларуси. Вероника Ворошилина с подробностями. Олимпиады школьников Союзной Державы России и Беларусь и Старышное Духовное Одинство все лето примерковано до 70-го дня Великой Перамоги. А тому пиршим из официнных мероприемствов стала громадянско-патриотичная акция для мемориального комплекса на Аллее Еройл. Место собрано не выпадковой, но заховывая величную память об военных-возволителях и еще расподкресливая «Россия и Беларусь моют огульную историю и перемогу». 70 годов тому наши народы, измогающиеся разом, сдулили побороть фашистскую погрозу. Митинг и ускладание кветок символизуют необходность шиновать память об минулым и заховывать от воеванной такой дорогой ценой мир народной земли. Эта Олимпиада, она сближает нашу молодежь. Ребята, участвуя в этих мероприятиях, как раз имеют возможность обмениваться не только своими знаниями, умениями, своими талантами, что есть, но плюс ко всему на этих мероприятиях завязываются дружбы между ними. Они начинают общаться, приезжать в гости как в Россию, так и в Беларусь. Поэтому это очень полезные мероприятия. И постоянный комитет союзного государства будет и в дальнейшем делать все, чтобы только наращивать именно мероприятия по сближению молодежи наших двух стран. Перед початком Олимпиады у Гомельским областным громадско-культурным центры отбылась пресс-конференция с уделом организаторов. Почас ее была огучена. С початку интеллектуальной баталии по русской мове и литературы задумывались, как первый адекватный проект, реализованный в рамках союзной державы. С тягом часу я набыл куда больше масштабную значность. Сегодня это комплекс мероприятий, нахерованных на заховании духовных и моральных каштонностей, которые склались исторично обо двух наших народов. Мы вместе. У нас никуда не уйти от нашего общего прошлого, от нашей культуры, от наших корней, от нашего русского языка. Поэтому мы будем дружить, поддерживать друг друга. Добра и процветание от Олимпиады. С каждым годом популярность Олимпиады расти. Поширается и география ее удельников. Заразмогаться за перамоку будут коля 200 школьников из усих областей Беларуси и разных регионов России. Мы здесь впервые, но наша рязанская делегация не раз участвовала в данной Олимпиаде и довольно успешно. Конечно, ожидаем новых каких-то знаний, новых эмоций. Лучше узнать связи Беларуси и России. Удел в Олимпиаде проймают школьники 10-11 классов. Для пераможцев за Россией это махшимость стать уладальником престижной президентской премии для подтымки тариновитой молоди. Беларусские пераможцы имеют право поступать у высшейшей научальной установы филологичного профиля поза конкурсом. Уже очень много раз все то, что я учила и искала ради Олимпиады, оно уже очень много раз мне пригодилось. Кроме того, наверное, это какие-то личные качества, которые ты внутри себя воспитываешь. То есть это и трудоспособность, и трудолюбие, и умение концентрироваться в экстремальной ситуации. Урочистое открытие 10-й юбилейной Олимпиады школьников Союзной Державы у Гомеля отрымалося масштабным и видовищным. Символично, что первая Олимпиада в 2004 году так само проходила в городе над Сожем. Вселетняя конкурсная программа будет ладиться до 30-го Кастричника. Она продуглеживает два обовязковые тура, комплексную работу по русской мове и литературе, и творческие конкурсы, которые включают раторичное мастерство, лингвистичную викторину и выразное литературное читание. Выники Олимпиады подведутся с 31-го Кастричника на урочистой церемонии закрытия. Вероника Ворошилина, Валерий Гпанько, телер, радует компания «Гомель». Сегодня на телеканале «Беларусь-2» в 18.25 у эфир выйдет шарговый выпуск программы «Земля наша». Размова подиа под Рыхтолцей-Ельска до проведения областного фестиваля «Кирмашу» проционников вёски «Дожинки-2015» и святкование Дня города в Житковичах. Для даши здесь не подороже по малевнейших местах Октябрьского и Ельского районов и поназирают за ходом на ведение парадку на земли в мясовых населенных пунктах. А так само убашать, как змогались за перемогу у дельники областного этапа сельско-господаршего проекта «Уладар-Сяла». Об этом и иншим сёня у 18.25 у программы «Земля наша» на телеканале «Беларусь-2». Приемное провести час, а заодно и поспоборничать. У Гомеля прошла первая открытая городская спартакеяда сирот профсоюзных организаций подразделений у департамента Аховы. С поборницей проходили на базе Центра профессийной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорта департамента Аховы. За перемогу змогались опять команд. От кожного района Гомеля, так само сборная областного управления. У каждой дружины по 8 человек. Организаторы подрыхтовали 10 конкурсов. А кроме худкости, эмоций и докладности, необходной умовой было и командное взаимоденнее. Лепш за усех с приготовленными испытами справились простовники областного управления департамента Аховы. На другом месте – чугуночный отдел. Замкнули тройку призеров спортсмены Центрального отдела. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шбукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.